В эфире iNews, программа о самых интересных новостях в мире науки и высоких технологий. Меня зовут Максим Никитин. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Apple Vision Pro скоро появится на прилавках. Что умеет новинка? Сеуми официально распрощалась со своей операционной системой. Что придет на замену? Новые возможности японского робота-гуманоида. Долгожданная гарнитура от компании Apple уже скоро появится на массовом рынке. По данным агентства Bloomberg, розничные продажи устройства начнутся уже в феврале этого года. Говорят, в Россию гаджеты тоже приедут, но неофициально и будут дороже. Таковы издержки параллельного импорта. В конце декабря корпорация Apple отправила письма разработчикам приложений, чтобы те поторопились оптимизировать их под гарнитуру смешанной реальности. За обработку информации и данных с пяти датчиков и с 12 камер отвечает чип Apple M2. И специально созданный под гарнитуру чип R1. Внутри устройства установлены 4К-экраны Micro OLED. Толщина каждого пикселя в таких экранах в три раза тоньше человеческого волоса. Платформа позволяет исключить задержки в изображении, а это очень важно, так как в нем используется сквозное видение, то есть вы видите окружение через объективы камер. Напомним, ранее создатель Телеграма Павел Дуров показал, как будет выглядеть популярный мессенджер на новом устройстве. В целом, внешний вид нового варианта Телеграм напоминает привычную версию мессенджера. Расположение чатов и каналов, разделов, иконок, взаимодействие с анимацией и стикерами – все это осталось прежним. Однако видео и другие медиафайлы заполняют весь экран для удобства просмотра. Известно, что стоить новый гаджет будет 3,5 тысячи долларов, в рублях это около 318 тысяч. Но эксперты говорят, что в России новинка будет вряд ли продаваться дешевле 450 тысяч рублей. Китайский производитель техники Xiaomi официально попрощался с операционной системой Mio. Это была андроид-прошивка, которую производители использовали на своих устройствах. Теперь они создали собственное детище – операционку HyperOS. Авторы проекта презентовали ее осенью прошлого года. Xiaomi напомнила, как Mio менялась с годами. Первая версия была выпущена аж в 2010 году. Однако на глобальном рынке, включая российский, прошивка появилась лишь в 2015 году с выходом Mio 6. По официальным данным, работа над HyperOS началась еще 6 лет назад. В будущем операционную систему получат не только смартфоны, но и смарт-часы, устройства умного дома, автомобили и другие продукты Xiaomi. Пользователи новой системы не получат Google-сервисы, но они смогут скачивать Android-приложения, включая те, что требуют наличия сервисов Google. Сообщается, что дизайн прошивки будет сильно напоминать привычные Mio, чтобы не вызывать негативных эмоций у постоянных пользователей. Японцы добавили чат GPT-4 в своего робота-гуманоида. Это позволило научить устройство играть на воображаемой гитаре, есть несуществующий попкорн и подбрасывать мяч в воздух. Раньше каждое действие требовало специального кодирования, но включение нейросети открывает новые возможности для роботов, которые учатся с помощью инструкций на естественном языке. Прямое управление роботом теперь стало возможно с помощью голосовых команд. Искусственный интеллект сам распознает голос и анализирует данные, превращая слова человека в конкретное задание. Кодирование такого большого количества суставов было масштабной задачей, говорят авторы проекта. Благодаря языковой модели ученые могут просто предоставлять устные инструкции, описывающие желаемые действия. Исследователи не упустили шанс подшутить над роботом. В одном из сценариев робот притворяется, что съедает пакет попкорна, а затем узнает, что попкорн принадлежит человеку, сидящему рядом с ним. Когда эта информация дошла до робота, он в открытую засмущался и вернул пакет соседу. На этом все. Смотрите программу iNews каждый день на телеканале «Татарстан-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова